меня зовут макс сегодня я здесь от имени команды planet content я старший художник по окружающей среде и я хочу показать вам некоторые интересные вещи над которыми мы работали за последние два года итак у меня уже открыт пайра 1 это жизнь в двигателе это похоже на текущую версию пайра так что мы все еще собираемся сделать на ней полировку и так не все сделано сделано но мы все равно хотели показать вам что у нас есть на данный момент и так идея пайра 1 заключается в том что он неоднократно подвергается солнечным вспышкам мы получили несколько концепт-артов от команды концепт-артов и то как они визуализировали эти солнечные вспышки было светящимися отметинами и полосами по всей планете к сожалению технологии для светящейся части все еще разрабатывается поэтому нам пришлось довольствоваться тем что мы могли использовать и так он не светится но вы все еще можете видеть много синего да как вы можете видеть у пайра 1 уже есть несколько объемных облаков еще не на всех пиропланетах есть объемные облака и так давайте перейдем к одному из голубых пятен на планете я только что немного изменил положение солнца чтобы она выглядела немного красивее и тогда вы сможете увидеть почему она голубое мы добавили тонны этих кристаллов в пайра 1 мы использовали кристаллы раньше навола но я думаю что мы были немного слишком да мы играли слишком безопасно навола я думаю что мы использовали кристаллы только в качестве наземного покрытия но для пайра 1 мы действительно хотели расширить формы Так что вы можете найти здесь эти действительно большие кристаллы. Гейзенберг был бы здесь действительно счастлив. Хорошо, тогда еще одна интересная вещь, которую нужно выделить здесь, растения вон там. И так, что интересно в них, так это то, что мы сделали их примерно три или четыре года назад. Они должны были быть частью миссии на космической станции. К сожалению, миссия была отменена. И с тех пор этот набор активов просто лежит в нашем хранилище. Это действительно классный набор растений, и я рад, что мы наконец нашли место для их использования. И так, это еще одно место, которое я хочу выделить. Для нас также важно, чтобы мы добавили что-то запоминающееся к каждой планете. В случае с Пайро-1 это набор из остроконечных камней, который выглядит действительно устрашающе. Мы пытаемся расширить масштаб активов для системы Пайро. Мы чувствовали, что к настоящему времени у нас есть основные камни, и россыпь основных камней очень хорошего качества. Так что теперь я думаю, мы можем исследовать более сумасшедшие формы. И это один из наборов, которые мы сделали. Он еще не готов. Ему все еще нужен польский пропуск. Но я хотел показать вам, ребята, каково это, когда вы в игре, разгуливая здесь. Теперь я хочу показать вам мой личный любимый биом Пайро-1. Это вот этот биом, в котором есть эти действительно классно выглядящие скальные образования. Они огромны по масштабу. Например, если я включусь в игру здесь, вы получите хорошее представление о их масштабе. Да, на них можно посадить свой космический корабль. Это, наверное, действительно весело, да, мчаться здесь. Мы можем представить, что это будет также хорошее боевое пространство, потому что они обеспечивают хорошее прикрытие. Давайте просто перейдем к паре разных областей на Пайро-1, прежде чем мы перейдем к Пайро-2. Итак, теперь мы на поджигателе-2. По сравнению с Пайро-1, вы можете сразу увидеть, что планета намного более красочная. Существует больше различий в использовании и значениях цветов. У нас есть коричневые и костисто-белые пятна, немного красного, и все это контрастирует с голубым чистым океаном. Итак, в Пайро-2 пока нет объемных облаков, но они будут там при выпуске. Итак, теперь я перехожу к одному из биомов Пайро-2. Что я хочу подчеркнуть здесь, так это улучшения, которые мы внесли в то, как активы появляются на склонах гор. Это было то, что нам всегда было довольно сложно сделать, сделать какой-то естественный переход от рельефа к геометрии, а затем также придать камням естественную форму. Теперь мы можем создавать более красивые скальные образования. Это еще не совсем так. Для этого все еще запланированы улучшения. Но я думаю, что по сравнению с тем, что у нас было раньше, это большой шаг вперед. Так же, как вы можете видеть, значительно улучшилась дистанция извлечения активов. Таким образом, все, что вы видите здесь на расстоянии, является реальной геометрией. Итак, если бы мы пролетели весь путь туда, вы бы увидели, что это доскальное образование. И я думаю, что это выглядит действительно круто, силуэт местности. Да, давайте пролетим через каньоны. Да, я бы сделал это на космическом корабле, но я ужасно летаю, поэтому я просто собираюсь использовать камеру в редакторе. Итак, теперь я перескочил к действительно классному биому на Пайро-2. Это просто, но я думаю, что иногда меньше значит больше. В данном случае, что отличает этот биом от остальной части планеты, так это то, что мы добавили эти кальцинированные деревья, и они появляются очень плотными скоплениями. Так что вы почти получаете из них маленькие леса. Так что это должно выглядеть очень сухо и вроде как мертво, но все равно красиво. Хорошо, если мы посмотрим на это под этим углом, что мне действительно нравится в этом биоме, так это контраст, который вы видите здесь на местности. Это бледно, это сухо, но затем на заднем плане у вас есть красивый чистый голубой океан. Итак, это одна из красных областей на Пайро-2. Это что-то вроде песчаной пустыни, но мы стараемся добавить много разных геологических объектов, разные смеси кустарников и трав, так что это не похоже на мертвую пустыню. Но кажется немного оживленным, и вы находите, что здесь много листвы. У нас есть эти скалы на заднем плане, которые довольно темные. И это еще один приятный контраст этой планеты, где у вас есть насыщенный красный рельеф и темные скальные породы. Итак, переходя к этому пункту, я хочу подчеркнуть улучшения, которые мы внесли в наши текстуры грунта. Итак, раньше, например, два или три года назад, нам приходилось во многом полагаться на ресурсы наземного покрова, чтобы добавить геометрии и детализации, которые не могли дать нам одни текстуры грунта. Но с тех пор, как мы получили смещение рельефа, мы получаем действительно красивые формы только из одних текстур. И затем, если вы объедините это с наземными средствами покрытия, да, результат действительно успешный, то, как все сочетается друг с другом, и количество деталей, которые вы видите на земле. Итак, теперь мы на поджигателе 3. Вы видели кое-что из этого во время прошлогодней основной демонстрации. Но я хочу воспользоваться возможностью, чтобы дать вам углубленный взгляд на некоторые биомы. Итак, в прошлом году вы видели, что желтый, это своего рода акцентный цвет Пайра 3. Итак, с этого расстояния вы можете видеть сквозь объемные облака, сквозь которые просвечивает много желтого. Мы говорили о том, что заставляет его выглядеть желтым, а именно мох. И я хочу спрыгнуть на поверхность планеты и показать вам количество деталей, которые вы увидите, когда подойдете поближе к мху. Итак, мы сейчас на поверхности. Я просто собираюсь вступить в игру. Много времени и усилий было потрачено на то, чтобы мох выглядел как надо, с правильным уровнем пушистости и плотности. Так что он выглядит действительно красиво, когда покрывает эти камни. И потом у нас также есть много мха поменьше на земле. Мы комбинируем его с желтой травой, и получается действительно интересный биом. Поэтому для нас было действительно важно, чтобы этот биом выглядел действительно плотным. Итак, мы увеличили количество активов, которые мы используем. Итак, это в основном полностью покрыто листвой. По сравнению с Херстоном, например, который является Херстоном и Микротехом, которые, вероятно, являются нашими самыми плотными планетами, когда дело доходит до листвы. Это намного плотнее. Хорошо то, что у нас здесь нет деревьев, так что весь бюджет мы можем потратить на почву покровное покрытие травой. Теперь мы переходим к биому пирокост. Улучшения, которые мы получили в прибрежных биомах, заключаются в том, что теперь мы можем использовать переопределение ОПА для каждого отдельного биома. Раньше мы могли использовать только одно глобальное переопределение на планету, чего, как вы можете себе представить, недостаточно, когда у вас есть что-то вроде Стентон и В. Где у вас есть заснеженные регионы и районы с еловыми деревьями. И один предустановленный объект просто не может охватить все побережье. Мы добавили эти коралловые геологии настроено так, чтобы часть желтого цвета была также вдоль побережья. Итак, вы видите, здесь у нас всегда появляется немного желтого, и в конечном итоге он переходит в красивые мшистые участки. Раньше, когда мы создавали пресеты объектов побережья, мы немного перестраховывались и использовали только один или два набора активов. Но благодаря тому, что теперь мы можем увеличить плотности вдоль побережья, вы можете найти различные виды кораллов, морских водорослей, различную гальку и камни и прочий хлам. Теперь я прыгаю в одну из вулканических областей на пиротехнике 3. Вы, возможно, не ожидали найти здесь растительность, но мы добавили немного растительности в этот регион, чтобы сделать его немного интереснее. Что я хочу подчеркнуть здесь, так это планку качества, которую мы устанавливаем для себя, когда дело доходит до улучшения внешнего вида нашей растительности. Итак, это один из моих любимых новых наборов растительности, которые мы создали. Вы можете увидеть количество деталей, представленных здесь. У нас есть красивые маленькие цветы и эти узелки или что-то еще в горшках. И это просто как действительно классный набор активов. Итак, когда вы пролетаете над вулканическими регионами, вы обнаружите такие очаги, разбросанные повсюду, просто чтобы сделать местность немного более оживленной. Прежде чем мы двинемся дальше, давайте объедем еще пару мест. Сейчас мы находимся на Pyro 4, который является моим личным фаворитом в системе Pyro. Да, просто полное раскрытие, вы, вероятно, можете сказать, что облака здесь еще не закончились. Они действительно выглядят немного разбитыми, но да, они будут выглядеть потрясающе, как только планета выйдет. Итак, давайте сосредоточимся на формах рельефа. Мы создали некоторые из этих форм рельефа, специально для Pyro 4, потому что это немного вдохновлено шотландским нагорьем. Итак, здесь не так много вертикальности, не так много деревьев. Итак, все как бы исходит от рельефа и от меньших активов, которые мы разбрасываем по геометрии местности. Итак, прыгаем в игру, и тогда вы можете увидеть количество выставленных на почвенных покровах, разницу в цвете, но все это зависит, например, от цвета почвы. И похоже, у нас здесь выставлено несколько новых наборов растительности. Итак, прежде всего, у нас здесь есть этот набор кустарников, который называется. Я думаю, это называется огненный стебель. Да, это что-то вроде модифицированной версии реальной вещи. Они добавляют немного цвета в область и заставляют вещи всплывать. Тогда у нас есть вот эти. Я забыл название набора активов. Да, они также выглядят довольно насыщенными и интересными. Мы также стараемся улучшить качество наших наборов деревьев. Если вы сравните, например, деревья, которые у нас есть на Херстоне, с этими, количество геометрических фигур намного выше, разрешение текстур немного выше. И они просто выглядят более отполированными и приятными, что означает, что в конечном итоге мы должны вернуться к Херстону, к Майкроутек. И дать деревья там типа немного преобразились. Итак, что было действительно важно для нас, так это улучшить смешение между различными биомами. Итак, вы видите, здесь это два довольно простых биома. Между ними есть четкое различие, но переход все равно кажется очень естественным. Итак, если мы спустимся сюда, у вас будет красная трава, и она как бы распушится. Да, это кажется очень органичным и естественным. Давайте перейдем к самому экспериментальному биому, который мы создали до сих пор. Итак, для этого биома наша команда предоставила нам действительно интересный концепт-арт. Потому что это, без сомнения, одни из самых больших скальных образований, которые у нас есть в игре на данный момент. На самом деле, позвольте мне попробовать управлять кораблем, чтобы вы могли увидеть их масштаб. Итак, они огромны по масштабу. И что было самым трудным в том, чтобы заставить их выглядеть правильно, так это то, что они должны были действительно хорошо выглядеть издалека. Потому что вы ожидали бы, что что-то такое большое, да, будет видно почти из космоса. Но тогда сложность еще и в том, чтобы заставить их хорошо выглядеть, когда вы стоите рядом с ними. Позвольте мне вмешаться в игру, чтобы вы увидели, насколько велики эти камни на самом деле. Итак, они огромны по масштабу. Вы, вероятно, можете посадить на них свой космический корабль и ходить по ним. И они заставляют вас чувствовать себя действительно маленькими. Но я думаю, что это действительно хорошая визуализация, что у вас есть эти темно-серые камни на фоне малиновой почвы и травы. Итак, вот маленькая счастливая случайность, когда у нас есть объемные облака, покрывающие местность. И поскольку разница в высоте настолько велика, мы фактически получаем очертания местности, выступающие из объемных облаков. Да, вы, вероятно, можете заметить некоторые проблемы с укладкой плитки, которые у нас здесь есть, и это то, на что нам все еще нужно обратить внимание. Но, как я уже говорил ранее, работа над этим все еще продолжается. Так что это немного изменится. Поскольку я уже упоминал о разнообразии биомов вдоль побережья, я просто хотел подчеркнуть, как выглядит один из прибрежных биомов на Pyro 4. Итак, это что-то вроде мокрого песка. Мы разбросали немного морских водорослей, немного этих, да, лавовых плит, и немного этой гальки. И тогда мы тоже становимся похожи на красивые морские водоросли, движущиеся вместе с волнами океана. Одна интересная вещь на Pyro 4 заключается в том, что у нас есть массивная область кратера. На других планетах у нас есть отдельные кратеры, которые представляют собой целую карту высот или три-четыре меньших кратера на одной карте высот. Но на самом деле это несколько карт высот, образующих один большой кратер. И вы можете видеть его полностью в космосе. Как будто весь этот регион один большой кратер. Итак, это смесь типа текстуры глобального смещения, а затем карты высот экосистем, появляющихся сверху. Плюс объемные облака, благодаря которым здесь все выглядит действительно эпично. Теперь мы спустились на поверхность кратера. Мы хотели, чтобы это было очень, да, жутко мрачно и немного темно. Итак, у нас есть эти деревья, похожие на темный фэнтезийный лес, да, который выглядит немного жутковато. Затем мы возвращаем немного красной травы из предыдущего биома. Мы спускаемся на поверхность кратера. Вы можете видеть, что мы добавили этот набор деревьев, похожих на темный лес, несколько жутких форм, некоторые элементы почвопокровного покрова, выглядящие влажными. И вся эта местность должна вызывать у вас некоторое беспокойство, она должна быть враждебной, и это небезопасно без вашего костюма. Пока что мы осмотрели четыре планеты-поджигателя. Итак, давайте включим его и посмотрим на одну из лун. Это поджигатель 5С. Похоже на Пайро-4, вы можете видеть, что у него есть ориентир, который вы можете увидеть из космоса. В данном случае это не кратер, но это да, похоже на длинную полосу гладкого обсидиана. Итак, давайте слетаем к поверхности полосы и посмотрим, как это выглядит вблизи. Опять же мы начинаем, например, с глобальной карты высот, где есть небольшой выступ вверх, а затем он опускается, образуя трещину. А затем мы разбрасываем карты высот экосистемы сверху, чтобы получить желаемый вид. Итак, если мы спустимся сюда, вы увидите, что мы начинаем с типа плоских форм, с несколькими кратерами поменьше. А затем это переходит в типа, эти довольно остроконечные горные образования. А затем здесь внизу они врезаются типа, в эти более длинные гряды скальной породы, прежде чем она станет гладкой здесь внизу. И если мы перейдем к этой точке, которая является действительно классным местом, потому что Солнце просто попадает на обсидиан правильным образом, и все выглядит красиво и блестяще. Вы можете увидеть здесь, что Земля выглядит совершенно иначе, чем на других планетах. Итак, вместо почвы, да, это выглядит почти искусственно в некотором смысле. С точки зрения активов, мы используем один из наших наборов Obsidian, который вы также можете найти на стенте Ниве. Эту модель немного обновили, немного отполировали, поэтому мы улучшили различные текстуры форм, чтобы она выглядела особенно круто, как солнечный свет, падающий на эти поверхности. Чтобы сделать этот район немного интереснее, мы решили добавить несколько этих белых светло-серых кустарников, просто чтобы территория не казалась слишком полупрозрачной. И всегда приятно иметь случайный очаг растительности. Чтобы отделить обсидиановый биом от остальной планеты, мы пошли противоположным путем для этих биомов здесь. Таким образом, вместо того, чтобы быть блестящими и скользкими, они более сухие, покрытые сухим песком. Растительность сухая. Мы добавили некоторые из этих колючих форм, чтобы придать рассеянию некоторую вертикальность. Но да, за пределами обсидиановой трещины это то, что вы найдете на планете большую часть времени. Итак, эту точку отсчета я выбрал, чтобы показать некоторые тонкие цвета, которые мы добавили в Pyro 5C. Итак, трещина в обсидиане, это просто темно-серая чернота. Пустыня, которую я только что показал, тоже светло-серая, поэтому мы сочли, что здесь нужно немного изменить цвет. Поэтому мы добавили некоторые из этих красных оттенков в случайный биом. Он очень каменистый. Вы также находите красный песок на камнях из-за скопления биомов, и это действительно красиво выглядит, как красный цвет проникает в расщелины на картах высот на заднем плане. Мы собираемся завершить нашу демонстрацию сегодня на Pyro 6. У Pyro 6 очень интересная цветовая палитра. Мне действительно нравятся желтые и бледно-бежевые тона рельефа. А потом у вас есть еще один голубой океан. Как вы можете видеть, местность вроде как испещрена кратерами. И мы получаем эти действительно крутые формы, где океан заполняет эти кратеры. Если мы прыгнем до самого края одного из этих кратеров, то теперь мы находимся на краю одного из этих кратеров. Я вступаю в игру прямо сейчас, просто чтобы показать вам, каково это ходить здесь. Вы можете видеть, что мы добавили несколько впечатляюще выглядящих коралловых фигур. И затем, в конце концов, вы спускаетесь сюда, к одному из тех кратеров, которые заполнены водой. У нас есть пара плавающих сеток здесь слева. Над этим все еще ведется работа. Так что один из нас, вероятно, я должен зайти и, да, настроить параметры нереста здесь. И тогда мы прямо на краю. И мне действительно нравится цвет воды и то, как она выглядит на фоне белой меловой местности. Тогда вот здесь я хочу представить вам нашу сетку РЭФ в человеческом масштабе. Его зовут ВДИГО. И он очень помогает, когда мы настраиваем предустановки объектов, потому что вы можете сразу увидеть, как ощущается масштаб активов. Когда он у вас в ситуации, например, он добавляет контекст к сцене. Он появляется каждый раз, когда появляется этот предустановленный объект. И да, он помогает нам находить правильные ценности, когда дело доходит до масштаба наших активов. В целом, этот биом здесь, еще один хороший пример того, как наши наземные текстуры работают вместе с активами, которые мы размещаем сверху. Итак, переход действительно хорош от этой наземной текстуры к этой. И затем у нас есть один и тот же камень, установленный на них обоих, и это создает хорошее количество деталей на земле. Затем, иногда мы создаем некоторые из этих похожих на пауков почвопокровных сеток. Итак, это место здесь действительно красивое, потому что вы получаете, например, частицы, монохромный рельеф, объекты. И все это на фоне небесной коробки системы Пайра, которая красного цвета. Тогда мы получаем действительно классно выглядящие солнечные лучи, проникающие сюда сквозь объемные облака. А потом, если я поверну солнце, и мы сделаем это темным, и я включусь в игру, вы сможете увидеть, как сильно небесный ящик влияет на освещение, когда вы находитесь на темной стороне планеты. А скайбокс просто. Да, он выглядит действительно хорошо. Итак, это скайбокс для всей пиросистемы. Итак, вы увидите его на каждой отдельной пиропланете. Просто у пиро-6 очень разряженная атмосфера. Итак, вы хорошо видите это здесь. Я рад, что у меня была возможность показать вам, ребята, работу, которую мы проделали за последние два года. Я очень рад видеть, как вы, ребята, впервые исследуете систему Пайра, услышать ваши отзывы. Нам еще предстоит поработать, но я надеюсь, что вы еще больше взволнованы, чем раньше, увидев то, что я показал вам сегодня. И я надеюсь, что вы еще больше взволнованы, чем раньше, после того, что я показал вам сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok